10 лет назад 27-летнему мужчине был вынесен суровый приговор. 17,5 лет лишения свободы. Среди статей, по которым он осужден, бандитизм, разбой и терроризм. За долгое время, которое прошло за решеткой, он впервые согласился на интервью. Первый вопрос, который я задала. Зачем он это делал? Что двигало им тогда, больше 10 лет назад? Я считаю, что сейчас начал, ну не сейчас, а уже давно сижу, что я обманулся чисто, что поверил. Не все так было, как мне рассказывали, и не все так оказалось. Из-за меня вот сейчас оказались плохо. Моя семья, жена, мать моя, они сейчас ждут больных. То есть я им доставил очень много хлопот, моим близким самым. 10 лет на то, чтобы много раз мысленно восстанавливать события тех лет. Оценивать свои действия, чтобы переоценить и понять, в какие страшные последствия вылились тогда события, в которых он принимал участие, для людей, чьих близких уже не вернуть. За эти годы осужденный многое осознал. Изменились ли вы, находите ли вы в себе какие-то изменения за эти 10 лет, которые вы провели в исправительной колонии? И когда, в какой момент вы поняли, что были ли правы, ввязываясь во все эти действия? Я родился в Чечне и жил все время там. И вот меня вывезли оттуда, отсиживать срок. Я увидел новые места, много людей разных. Познакомился, общаюсь с русскими, с таджиками, со всеми. Разные друзья есть. Я понял, что люди, если человек, самое главное, он хороший, да, если хорошие люди и плохие, то неважно, какой он нации, какой религии. Вот это и начал уже сразу понимать, когда уже в виде отношения ко мне, я тоже стал меняться. Новое мировоззрение, раскаяние, стремление начать жизнь сначала, по-другому, не причиняя никому зла и боли. Результат вовсе не длительной изоляции. Это кропотливый труд целого ряда специалистов. Общая задача всех сотрудников учреждения, всех отделов и служб – это воспитание осужденных. Воспитательная работа – сложный комплекс мероприятий. Это выработка осужденных законопослушного поведения. Это добросовестное, сознательное отношение к труду, к установленным требованиям. Это участие в общественной жизни, культурно-массовой. Это посещение школы для осужденных, не имеющих образования. Получение рабочих специальностей в производственно-техническом училище, которое действует при колонии. Осужденный по статье «Терроризм мужчина» здесь, в исправительной колонии, получил новую специальность – сварщик. Тогда, в начале 2000-х, у него не было работы. А теперь он готов трудиться, лишь бы снова быть вместе со своей семьей. Чем заниматься буду еще точно не знаю. Не определился. Я знаю точно, что поеду сразу к семье своей, потому что соскучился по родине своей, по семье, по дому. Осужденный освободится в мае 2022 года и вернется на родину. А на счету исправительной колонии будет еще одна выполненная на совесть задача.